Сейчас среди студентов стали популярны программы международного обмена, когда можно выбрать по сути любой вуз в любой стране мира и поехать туда чему-то поучиться. Российские студенты часто выбирают европейские или американские вузы, а вот иностранные студенты стали часто приезжать в Подмосковье, в Одинцовский кампус МГИМО. Почему именно сюда? Что здесь интересного и чему их учат в России? Узнаем прямо сейчас. Это программа интервью 360. Меня зовут Мария Кускова. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok и учал русский язык и в школе, и в университете. Для чего он тебе нужен, помимо общения с родственниками? Есть ли какое-то практическое применение? Ну, если честно, я начал изучать русский язык, потому что мне просто было интересно. Я знаю, что мои предки говорили по-русски, и вот мне было интересно. Я надеюсь, что это пригодится на работе в будущем. Эрвин, у тебя такая же история с русским языком? Да, я живу в городе Даугапулс, это вторая причина города Латвии, и у нас очень многонациональное население, и поэтому владеть двумя языками у нас очень, в принципе, естественно для нас. Вы приехали сюда, в летнюю школу кампуса МГИМО. Что здесь происходит, что вы делаете здесь эти две недели? Мы в основном изучаем российскую политику, мы знакомимся с русской культурой, и здесь нам очень нравится. Что касается программы обучения, какие здесь лекции, на какие темы, что здесь интересно? В основном мы смотрели современный политический процесс России, формирование политической системы России, международные нынешние вызовы, вопросы энергетики и всего остального. То есть, в принципе, очень такой обширный круг вопросов. Вы получили здесь что-то такое, чего не знали, находясь в родной стране? Это была одна из тех моих целей, из-за которой я сюда приехал, потому что я очень хотел узнать точку зрения России относительно некоторых вопросов международной политики. И поэтому учеба здесь позволила мне посмотреть и узнать именно точку зрения России. Поэтому для меня это было очень интересно. На кого вы учитесь? Я уже закончил процесс обучения, по крайней мере, на данном этапе, и сейчас я работаю. Это было как дополнительное образование? Именно это летняя школа? Да. Да, это было дополнительное образование, это была моя личная инициатива. В какой сфере вы работаете, и как думаете, будет ли полезен этот опыт именно в вашей работе? Я на данном этапе работаю в госструктурах Латвии, но я очень-очень надеюсь, что этот опыт будет для меня очень-очень, ну, поможет мне в дальнейшей моей карьере, потому что я считаю, что один из основных целей вообще дипломатии в нынешнее время – это необходимость договариваться между странами. И для того, чтобы договориться, очень важно понять точку зрения обоих сторон. И я надеюсь, что да, это мне позволит в будущей карьере. Мэтью, у вас такая же ситуация? Вы тоже закончили обучение или продолжаете еще учиться? Я сейчас учусь в университете, я учусь на факультете международных отношений. Российское обучение, что нового вам дало? Что вы здесь узнали такого, чему вас не учили в Америке? Ну, я полностью согласен с тем, что именно через эту программу мы могли познакомиться с точкой зрения России на события в мире. И я думаю, что это очень важно, потому что я надеюсь, что когда-то в будущем у меня появится возможность улучшить отношения между США и Россией. И мы не можем это сделать, если мы не знаем, как Россия относится к разным проблемам в мире, скажем так. Сейчас вы поняли эту точку зрения? Я думаю, что мне еще нужно учиться, но я очень рад, что у меня появилась эта возможность приехать сюда, чтобы общаться с людьми и изучать мировую политику через точку зрения России. Международная школа здесь, в кампусе МГИМО, работает каждые две недели. Вот посоветовали ли бы вы своим друзьям сюда приехать? Может быть, приехали бы еще раз? Есть такие планы? Безусловно, посоветовала бы, потому что, как я уже говорил заранее, до этого, что это уникальная возможность узнать точку зрения России на международные вопросы. И, конечно, эта возможность расширить свой кругозор, и поэтому в этом и заключается уникальность этой международной программы. Поэтому те люди, которые заинтересованы в вопросах международной политики, международных отношений, я думаю, что они должны использовать эту возможность. В вашей группе сколько было людей и из каких стран? Вы из одной группы вдвоем? Да, мы из одной группы. Порядка 20 человек. 22, мне кажется, порядка 20 человек. Да, примерно так. Какие страны? Все из разных стран. То есть у нас ребята из Финляндии, из Латвии, из Италии, из Торции еще. У нас очень разнообразная группа. Легко ли было поладить со всеми? Да, это было очень легко. Мы все общались, и действительно, мы нашли общий язык друг с другом. Именно я считаю, что это еще одна уникальная часть этой программы. Мы можем общаться с ребятами, с нашими коллегами из разных стран. Это было очень здорово. Как устроен ваш быт? Вы живете в отеле здесь же? Здесь же учитесь? Сколько часов тратите на учебу? Сколько на общение? Как проходит ваш день в этом лагере? Да, мы живем здесь, в отеле МГИМО. В основном, первая часть дня, ну и вообще, значит, каждый день он делится, можно так разделить через несколько частей. У нас есть лекции. Часть группы обучается русскому языку, а часть и вопросам международных отношений. Учитывая то, что я, в принципе, владею языком русским, хотя бы в минимальном объеме, то я не посещаю уроки русского языка, но я участвую в уроках международных политики. И во второй части дня, как правило, у нас есть эта культурная программа, когда мы едем на разные экскурсии и посещаем разные места. Самая интересная экскурсия для вас какая была? Вчера у нас была очень впечатляющая экскурсия, потому что мы на кораблике катались по реке Москва, и это было очень-очень уникально, потому что самая экскурсия проводилась вечером, и я в первый раз увидел Москву ночью. Поэтому, учитывая всю подсветку, все здания, вот этот масштаб, он произвел на мне очень большое впечатление. Ну, конечно, потому что я раньше не был в Москве, но и то, что я увидел, оказалось очень-очень впечатляющим. В парк Патриот у вас была экскурсия? Да, мы ездили туда, думаю, несколько дней назад. Что интересного там было? Мне было очень интересно смотреть на военную технику. Почерпнули что-нибудь? Я изучаю историю на самом деле, мне очень интересно читать про историю Второй мировой войны, и поэтому эта военная техника произвела на меня очень сильное впечатление, потому что я смог увидеть это наконец-то своими глазами. Очень много читал об этом, но никогда не видел впрямую. Как вы больше дальше будете в своей работе использовать знания, полученные здесь в России? Я еще не определился по поводу работы. Ну, в общем, я надеюсь, что русский язык пригодится мне на работе. Я надеюсь, что когда-то у меня появится возможность налаживать диалог между США и Россией, например. И вот, я надеюсь, что действительно этот опыт пригодится мне. Ребят, вы прошли две недели обучения в лагере. Чего бы вам хотелось добавить в эту программу, чего вам не хватило, и как можно было ее улучшить, например, для того, чтобы следующим студентам было еще интереснее, еще более полезнее здесь учиться? Программа сама по себе была очень обширна. Она мне понравилась. И я думаю, что... Главное, чтобы такие программы, что они были бы реализованы и в будущем. Чтобы такие же самые студенты, и потом, и через три года, два, три, десять, чтобы они могли бы сюда приезжать, чтобы они могли бы познакомиться с самим университетом, который, я считаю, является одним из самых лучших в мире в плане международных отношений. Я полностью согласен. Самое главное, что мы здесь можем общаться с нашими коллегами из России и из разных стран. Это самое главное. В МГИМО идет очень большая научная работа, очень много различных исследований. Если вас позовут на различные большие конференции в будущем, будет ли вам интересно принять участие? Да, я с радостью приехал бы, потому что мне очень нравится в этом университете. Мне нравится сидеть на лекциях. И, в общем, я надеюсь, что у меня появится возможность вернуться в Адинцово, в этот филиал. Что же, ребята, удачи вам в ваших странах. Будем надеяться, что вы приедете снова сюда. Расскажете уже нам о своих успехах. Это была программа «Интервью 360». Полную версию этой беседы всегда можно посмотреть на нашем сайте 360tv.ru в разделе «Видео». Меня зовут Мария Кускова. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин